Снова привет всем! С вами Айкин Анастасия. Сегодня я опять продолжаю делиться с вами полезной информацией о здоровье, правильном питании, тренировках, диетах, наборе мышечной массы, похудении и прочих-прочих вещах, отвечая на вопросы, которые вы мне задавали. Сегодня попытаюсь разведить несколько таких основных мифов о именно женском тренировочном процессе, женском бодибилдинге, скажем так, тренировках в зале для женщин. Опираясь на опыт работы и с клиентами в зале, и на вопросы, которые вы мне задаете, на опыт общения с вами по поводу тренировок, здорового питания и так далее, можно в принципе сделать такой небольшой лист самых типичных заблуждений, которые постоянно приходится вас разубеждать, доказывать вам. И когда вы все-таки осознаете, что да, это действительно так, и вы ошибались, то вас это как-то невероятно удивляет. И, пожалуй, есть пару моментов, которые стоит объяснить. Это, пожалуй, первое, самое такое невероятное, распространенное, которое меня просто больше всего удивляет ваше заблуждение. Это якобы бодибилдинг сделает вас слишком массивной, слишком большой, крупной. Переведу пример. Одна моя клиентка, начав интенсивно заниматься с железом в тренажерном сале, до этого она не занималась вообще, начав тренироваться, организм правильно откликнулся, процесс адаптации начался, начался процесс, естественно, и мышечной гипертрофии, и всё нормально. Начав заниматься, она стала нарушать свою диету, стала кушать намного больше. Ну, можно понять, что обмен веществ, конечно же, улучшился, аппетит усилился, и она на этой волне начала есть всё подряд. Начала набирать именно жировую массу гораздо интенсивнее, чем мышечную, потому что это дело делается гораздо быстрее. Гораздо быстрее можно наесть себе жира, чем нарастить мышечную массу. Тут процессы совершенно разные. Она стала набирать очень интенсивно, но очень уверенно пришла к выводу, что набирает она за счёт тренировок. То есть именно железо делает её большой, массивной, и она стала толстеть от железа. Девчонки, надо понимать, что жир он весит гораздо меньше, чем мышцы. Мышцы тяжелее, поэтому ставите вы на весы, мышечная масса порой даёт вам показатель такой, что весы растут, вам кажется, что вот вы набираете. В этом деле важно и питание, и тренировки. То есть если вы будете тренироваться, вы можете хоть пахать, целыми днями там сзади проводить, но переедать всё то, что вы тратите, и всю вашу энергию просто объедаться, чем попало, и жира будет в любом случае всегда больше, чем мышц, потому что этот процесс бесконечен, просто можно себя разъесть до таких объёмов, что при чём тут спорт? Как можно обвинять в этом тренировке в зале? Тут как бы своих мышц вы не увидите, пока вы немножечко не защитите своё тело сначала от запасов жировых. Это во-первых. Во-вторых, многие женщины считают, что видят по результатам своих тренировок, что веса начинают расти, допустим, мышечная масса растёт, они делают вывод, что они толстеют. Девчонки, вы не смотрите так сильно на эти веса, смотрите в зеркало. То, что вы видите объективно, то, что происходит с вашим телом, оно приобретает тонус, приобретает какие-то красивые боли и очертания, немножечко добавляется мышц. Мышцы намного тяжелее, чем жир, если сравнивать. Поэтому вес прирастает, а фигура в целом улучшается, внешний вид, композиция тела улучшается. Поэтому не смотрите вы так чётко, скрупулёзно, не следите за своими весами, если вы тренируетесь, соблюдаете диету, и вес растёт. Скорее всего, растёт мышечная масса. Нужно посмотреть в зеркало на себя, элементарно себя оценить со стороны, что там добавилось. Конечно, может и жир добавилось, если вы там наели. Но если вы тренируетесь, всё делаете правильно, грамотно, то это то, к чему вы стремитесь. Вы же хотите сделать свои пропорции лучше. Вы стремитесь к чему? Вы хотите выглядеть красиво. Мышцы выглядят намного красивее, чем жир, согласитесь. И не надо ссылаться при нарушении питания, диеты, что в том, что вы набираете жир, не мышцы, кто виноват в этом зал. Ну, это просто бред. Говоря именно о женском тренинге, нужно понимать, что при занятиях женщин бодибилдингом происходит коррекция фигуры и наращивание мышечной массы, строго до определённых пределов, не выходящих за рамки естественных пропорций. То есть, нужно понимать, что женское тело, оно отличается от мужского, и потенциал, заложенный в нём, гораздо меньше в мышечном плане. Грамотно построенный тренировочный процесс, он никогда не помешает привлекательности вашей фигуры, он, наоборот, поможет вам скорректировать какие-то моменты, сделать более выразительными ваши достоинства, приумножить их, скрыть какие-то недостатки, избавиться от них вообще. То есть, за счёт коррекции фигуры, за счёт прироста мышц в нужных местах, в нужных объёмах определённых, для гармоничности, для пропорциональности тела, для красивой формы. Прибавка даже одного килограмма жира вместо мышц, она делает вас намного объёмнее в нехорошем смысле этого слова, объёмнее, шире, больше, некрасивее. В отличие от прироста мышц, потому что прирост одного килограмма мышц, который ложится именно в нужные места, это только улучшает композицию вашего тела, всего вашего тела в целом. И тут нужно понимать, что от природы в женщинах заложен более изящный мышечный каркас, поэтому опасаться массивности мышц не стоит. Как бы женщина ни старалась, не убивалась в зале, гормона тестостерона в ней намного меньше, чем в мужчине, поэтому при женщина может пахать даже больше, чем мужчина. В зале даже более правильно всё делать, при больших усилиях, она такой формы, как у мужчины, всё равно не добьётся. Ну, я имею в виду, здесь я говорю о натуральном тренинге, без приёма дополнительных химических препаратов стероидных, просто естественно природный потенциал в женщине для наращивания мышечной массы заложен гораздо более меньший. Не стоит бояться, что вы станете какой-то мужеподобной, что-то ещё. Ещё один такой забавный миф, недавно я встретила в интернете, это некоторые люди оказывается считают, что при прекращении занятий мышцы каким-то невероятным образом превратятся в жир. Ой, ну смотрите, конечно, если человек занимался спортом, тренировался интенсивно, имел какую-то мышечную массу, а потом резко прекратил этим заниматься, обмен веществ замедлится, метаболизм ухудшится, тем более, если ещё и питание не соблюдать правильно, прекратить соблюдать правильное питание, то есть полностью его запустить. Ну, конечно, мышцы атрофируются обратно, их не станет сами по себе, они ниоткуда не берутся, они исчезнут со временем, и, конечно, добавится жировая масса, потому что человек, переставший заниматься спортом, резко тратит гораздо меньше энергии каждый день. То количество калорий, которым потребляет из пищи, перекрывает от его энергозатраты, которых у него стало по минимуму. Конечно, он набирает жировую массу. Жировая ткань будет прирастать, но из чего она будет прирастать? Не из тех мышц, которые в этот момент исчезают, она берётся откуда? Из еды, из того, что вы наедаете. Поэтому, если уж вы прекращаете заниматься спортом, то соблюдайте диету, даже, может быть, чуть строже, чем это было до этого. Можно вполне не набирать себе этот жир. Зачем его наедать? Это уже зависит от вас. Мышцы в этом обвинять не стоит. И тренажерный зал, конечно, тут тоже не виноват. Это в голове нужно разбираться. Поехали дальше. Ещё многие женщины считают, что аэробные нагрузки больше влияют на пропорции фигуры, помогут улучшить, добавить мышечной массы. Это неправда. Нет, конечно, я не спорю. Кардио нагрузки – это всегда хорошо. С точки зрения прокачки сердечно-сосудистой системы, избавления от лишних килограммов, в принципе, тоже. Любая физическая нагрузка дополнительная, она, конечно, улучшает, именно, вещества. Это всё имеет место быть. Но накачать какую-то особую мышечную массу этим просто, в принципе, невозможно. Я сразу перейду к примеру. Сравните бегунов, бегущих на длинной дистанции, которые бегают кроссы на долгое время, у которых чисто кардио нагрузка получается, 100% кардио, 100% аэробный режим. Как выглядят они? Они все, в принципе, худые, очень худые, какой-то там мышечной массы особо нет. И посмотрите на спринтеров бегунов, это которые бегают на коротенькие дистанции с максимальным ускорением, где нагрузка не чисто аэробная, а с добавлением силовой. То есть, там, конечно, на ноги огромная нагрузка падает, колоссальная. То есть, в принципе, там уже частично силовой режим. Посмотрите на их ноги, посмотрите на их квадрицепсы, четырехголовая мышца бедра, посмотрите на их бицепс бедра. То есть, их ноги намного-намного массивнее. Вот она и разница аэробной нагрузки и аэробной нагрузки. Я не призываю вас сейчас всех забрасывать свои пробежки утренние, там, все это бросать и идти в зал. Нет, это нужно... В идеале должно быть грамотное сочетание комбинирований и аэробной, и аэробной нагрузки. То есть, мы тренируемся и в зале, и добавляем немножечко кардио в свою жизнь, конечно, тоже. Но, конечно, если мы говорим о наращивании мышечной массы, здесь одним кардио ничего не добиться. нужны, как бы вас это не разочаровывало, придется пахать в сале, в тренажерном, с железом. Плюс, конечно, организм должен получать определенное количество и углеводов сложных, и белка должно быть достаточно. Поэтому без этого никуда. И, пожалуй, еще такой очень важный миф, который стоит тоже развеять. Многие женщины в стремлении похудеть, избавиться от лишних килограммов, от лишних жировых отложений в области живота, талии и так далее, где там его больше всего. Они приходят в саленажерный зал и, собственно, качают то, от чего они хотят избавиться. То есть, допустим, им не устраивает бока, их не устраивает живот. Они берут гантели, начинают делать вот эти наклоны в стороны с гантелями, раскачивая себе талию, делая ее за счет этого даже шире, зачем-то. Они качают пресс, каждый приходит, чтобы, собственно, качать пресс. Они же хотят убрать живот, да? Убрать живот. Но они его добавляют. То есть, то, что мы качаем, то будет расти. Как бы смысл вообще? Зачем? Это совершенно противоположное действие, не то, что нам нужно. Они не просто его качают, некоторые еще и делают скручивание стороны, то есть, еще и добавляя именно косые мышцы, боковые, делая свою талию максимально широкой, куда же еще так. Для похудения вам, если уж и выбирать, да, какая мышца должна быть на первом месте, да, какая мышечная группа, то это, пожалуй, будут ноги, потому что ноги – это самая большая мышечная группа в вашем теле. Она требует больших энергозатрат во время своей работы. Она дает хорошее количество гормонов, выброс тех нужных гормонов, которые нам нужны в процессе работы. Поэтому налегайте на прокачку ваших ног, налегайте на приседы, на выпады, подкачайте вашу спину, потому что это тоже довольно большая мышечная группа, пожалуй, вторая, поставим ее на второе место по объему. Она тоже дает хороший отклик нашему организму, нашей гормональной системе. Она тоже помогает похудению. Смотрите, для того, чтобы сбрасывать мышечную массу, нам нужно интенсивно тренироваться, тратить калории. Прокачая пресс, вы потратите гораздо меньше калорий, чем хорошо присев со штангой. Поэтому выбирайте базовые упражнения, которые дают хороший выброс гормонов. Пресса хватит качать два раза в неделю достаточно за глаза. Так что, девчонки, тренируйтесь правильно, не бойтесь тренажерного зала, не обходите его стороной. Очень грустно наблюдать, как некоторые пышечи покупают абонемент, имеют тренажерный зал здесь, да, оплаченный, уже проплаченный. Они обходят его стороной, идут на свои групповые занятия, на свою йогу, стрейчинги, растяжки, с мечтами похудеть. Именно похудеть. Они обходят тренажерный зал стороной за километр просто. Боятся туда зайти, потому что думают, что там они станут большими, массивными, еще хуже, раскачают себя, да, добавят себе там объемов и так далее. И идут на растяжечку, или там в бассейн, или на какие-нибудь там танцы такие незатейливые, полегче. Что-нибудь такое веселенькое, да. Ну, потому что просто так мало знают о том, что такое вообще тренажерный зал, работа с железом, силовые нагрузки, и как же, насколько же больше эффекта они дают, нежели чем даже пропешки, даже кардионагрузки, и все то, чем занимается, к сожалению, большинство женщин с мечтами похудеть. Именно похудеть. Очень печально, прискорбно, грустно. Присылайте ваши вопросы по поводу тренинга, здорового питания. Подписывайтесь на канал, добавляйтесь в группу ВКонтакте, там тоже очень много интересной информации. Я всегда стараюсь делиться своим жизненным опытом, потому что все, что я говорю, это то, чем я живу. Если я рассказываю вам о правильном питании, то не исходя из того, что где-то я там что-то это прочитала, там где-то откуда-то узнала, кто-то мне рассказал. Я всем этим живу на протяжении уже многих лет, я все это практикую сама, это для меня не просто как бы временно, там что-то, да, диета, чтобы похудеть к лету, чтобы там выйти на пляж. Нет, это просто уже стиль жизни, образ жизни по-другому уже просто для меня и быть не может. Я делюсь с вами всем этим, пытаюсь вас каким-то образом мотивировать, поэтому я очень рада, что вам это пригождается, что для вас это полезно. Я вижу, что вы присылаете тоже свои вопросы, что вы как-то комментируете. Так что подписывайтесь, следите за новостями, за дальнейшими видео. Всем спасибо. Желаю прогресса, анаболизма, кому-то похудения, кому-то набора мышечной массы. Всем пока.